Тут мне везло меньше. Муж умер рано, и я осталась одна. Ну что? Как? Потапов потратил на меня целый час. Разбирался он на каждой рисунке. Ну и как? Ну что-то разнес пых и прах, что-то похвалил. В общем, надо начинать работать. Я рад за тебя. Это великолепно. Это прекрасно. Ну понимаешь, ты у меня натура такая увлекающаяся. А это ведь искусство. У них там все зыбко. Ну хорошо, на тебя похвалил Потапов. Да, да, похвалил. Ну поздравляю, я за тебя рад. Ну а что дальше? Мы с тобой все же не маленькие дети. Но надо уметь соизмерять свои планы со своими возможностями. Да откуда ты знаешь, какие у меня возможности? Ты что, можешь с уверенностью сказать, что я из себя представляю? Могу, я видел твою работу. У тебя есть вкус, у тебя есть тонкость, но... Боже мой! У меня такое событие. Я мчусь домой, к тебе. Мне хочется жить, хочется работать, а ты вдруг начинаешь ворчать. Я твой муж. Я отвечаю за тебя. Самое страшное в жизни это разочарование. А я, ты знаешь, я очень не хочу, чтобы ты когда-нибудь страдала. Каждый человек, он должен уметь понять свой масштаб. Это очень трудно. Наша с тобой судьба. Честно делать свое дело, а по вечерам там телевизор смотреть. Кстати, между прочим, в этом нет ничего дурного. Да ты что? Ну ладно, убедила. Ты гениальна. Ты Серов! Врубель! Росси! Бридель старший. И младший тоже. Ты даже потоп! Ты прекрати. Сам президент Академии будет осыпать тебя цветами. Перед лицом ликующей толпы. Сморозил глупости. Прости. Бывает. Ну, ну, ну. Ну, ну, прости, ну не надо. Ну, не плачь, не надо. Ну, иди ко мне.